В эфире события дня в студии Ильяна Евтюхова. Здравствуйте! Как всегда, расскажем вам о ключевых новостях Курской области. Надежные бизнес-партнеры и давние друзья курской делегации во главе с ВРИО губернатором Алексеем Смирновым посетила Могилевскую область, познакомилась с работой ведущих предприятий и обсудила планы дальнейшего сотрудничества. О чем договорились, расскажет Ирина Михайлова. Исследование летописного Курска в честь 30-летия Гочевской и Древнерусской экспедиции в Курском музее археологии открылась выставка. Подробнее расскажет Екатерина Илюхина. Развивать торгово-экономические отношения, сохранять культуру и общую историю. Курская делегация во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Смирновым на минувших выходных посетила Могилевскую область Республики Беларусь. График был довольно насыщенным. Деловая встреча с руководством региона, знакомство с производственными площадками ведущих местных предприятий и обсуждение перспектив будущего сотрудничества. А еще участие в масштабном национальном фестивале «Александрия собирает друзей», куда ежегодно приезжают десятки тысяч гостей из Белоруссии и союзных государств. С подробностями Ирина Михайлова. Курскую и Могилевскую области связывают давние деловые и дружеские отношения. Белорусы – наши надежные бизнес-партнеры. Мы сотрудничаем сразу по нескольким направлениям. В прошлом году делегация из Могилева побывала у нас в Курске. В этом с ответным визитом приехали мы, для того, чтобы лучше узнать о работе местных предприятий, рассказать о своих и расширить границы сотрудничества. Точек соприкосновения у нас действительно немало. Курская и Могилевская области активно развивают отношения с 2015 года по трем направлениям – торгово-экономическому, научно-техническому и культурному. На первом месте – бизнес-составляющая. Они и говорили на встрече руководителей двух регионов. За 2023 год товарооборот вырос на 15% и превысил 1,2 миллиарда рублей. Белорусы закупают у нас пшеницу и свинину, продукцию промышленных предприятий. Куряне сотрудничают с Могилев-Лифтмашем и Могилев-Химволокно. Но потенциал гораздо больше. У нас есть хорошая база для будущего развития. И как раз я сегодня предложил коллегам воспользоваться тем законодательством, которое подписано. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал закон о том, что на Курской области распространяется свободная экономическая зона. Мы видим коллег как партнеров в ее развитии. Свободная экономическая зона способствует открытию новых совместных производств и созданию рабочих мест. Белорусов пригласили в качестве резидентов. В условиях жестких экономических санкций нужно активнее развивать связи между предприятиями. Сегодня, на мой взгляд, от просто поставок продукции надо выходить на другой уровень. И это совместное импортозамещение, создание совместных производств с углубленной локализацией. Практически то, что мы производим, мы должны производить вместе. Чтобы лучше узнать о местных предприятиях и продукции, которые они выпускают, курская делегация отправилась на их площадки. Могилевский металлургический завод входит в состав крупного белорусского холдинга. Специализируется на производстве стальных труб профиля для строительных конструкций, изделий, которые сегодня востребованы в сфере ЖКХ. Также в России он поставляет черновые оси для железнодорожного транспорта. На продукции, возможностями завода и других компаний, входящих в металлургический холдинг, заинтересовался Курский вагон МАШ. Алексей Смирнов провел переговоры с директором предприятия и обсудил варианты сотрудничества. Надеюсь, сотрудничество с Курской вагон МАШ у нас будет только прирастать и приносить результат не только для нас, но и для вас. Обязательно. Только партнерское занятие. Наша делегация посетила в Могилеве еще одно предприятие – МАГАТЕКС. Здесь производят разные виды тканей, спецодежду и домашний текстиль. 80% экспорта приходится на долю России. Прорабатываются варианты сотрудничества. Знакомство с заводами, участие в промышленных форумах способствует налаживанию деловых связей между союзными государствами. Мы приезжали с рядом наших курских предприятий, они сегодня уже выстроили взаимоотношения, идет взаимный обмен. Кроме того, есть малый бизнес, который заинтересован поставлять сюда и продукты питания, непродовольственные товары, напитки. И, в общем-то, уверен, что эти контакты будут только наращиваться. После деловых переговоров курян ждали на масштабном национальном фестивале «Александрия собирая друзей». Сюда, в колоритный городок, на границе двух областей – Могилевской и Витебской, приезжают десятки тысяч гостей из Белоруссии и союзных государств. Участники мероприятия представляют свои бренды, продукцию, ну и, конечно же, культурное богатство. Почти два километра торговых рядов отведено под товары народных умельцев. Свои уникальные изделия привезли и курские мастера. Керамические игрушки, рушники, изделия из лозы и авторские куклы ручной работы. Мягкие, ароматные, сделанные с любовью. Да, мне очень понравились куклы. Курские куклы самые лучшие. Да, и они пахнут лавандой. Лавандой. Лавандой, да. Именно курской, выращенные курские лавандой, да. Серьезно. И они такие классные. Можно даже их вот так вот прям потрогать и пощупать, и понюхать. Да. Пахнут лавандой. Глава региона Алексей Смирнов осмотрел экспозицию курских умельцев. Наш павильон пользовался у гостей ярмарки популярностью. Организовано просто замечательно. Посетителей здесь действительно очень много. Если даже не покупают, то все равно с искренним интересом спрашивают, интересуются. Сразу на нескольких площадках выступали народные коллективы, звезды белорусской и российской эстрады. А вечером на свою малую родину в Александрию приехал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Наш фестиваль стал местом притяжения для творческих людей и истинных поклонников самобытной славянской культуры со всей Беларуси и других государств. Мы когда-то давно не планировали такой размах, но люди сами потянулись сюда. Это зов души, это стремление к истинным ценностям, туда, где искренне рады гостям, где бьет пульс живой творческой силы. Завершился этот яркий день в Александрии грандиозным концертом. Фестиваль, ставший символом белорусского гостеприимства, вновь объединил десятки тысяч людей. Вместе тычок плечу, все преграды россиян. Спасируем пыру отцов, теплоту и искренне слов, не разрушим в веки веков Беларусь и Россиян. Ирина Михайлова, Геннадий Воробьев, специально из Республики Беларусь для программы «События дня». Прославляя традиционные ценности, 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот теплый праздник в Доме советов в торжественной обстановке наградили 13 курских семей. Медали за заслуги в воспитании детей, а также почетный знак, материнская слава, отцовская доблесть курянам вручил глава региона Алексей Смирнов. Семье Акишиных вместе уже 25 лет. За это время вырастили двоих сыновей. В День семьи, любви и верности супруги из Солнцевского района получили медали за заслуги в воспитании детей. Награду им вручил глава региона Алексей Смирнов. У нас так получилось, что наши сыновья родились 6 июля, 7 июля, а 8 июля – это праздник, который завершает наши семейные такие празднества. Наверное, это и есть наша традиция – продолжать праздники. Всего в торжественной обстановке наградили 13 курских семей, и каждая – пример для подражания. Именно сейчас Россия стоит перед очередным серьезным испытанием. Испытанием торгоза нашу независимость. Потому что у нас большая страна с большими ресурсами, но, к сожалению, это небольшим населением. Правительство региона уделяет особое внимание поддержке семей. В области разрабатывают демографическую стратегию, которая рассчитана на ближайшие 25 лет. В Курской области из года в год растет количество многодетных семей. И сейчас в нашей области проживает уже более 13 тысяч. И мы видим, что это семьи, где воспитывается трое и более детей. На сегодняшний день в Курской области отработана вся нормативно-правовая база. И в соответствии с указом президента внесены все необходимые изменения в нашу нормативную базу. Сегодня семьям с детьми предоставляют широкий спектр мер социальной поддержки. Это материнский капитал, льготное ипотечное кредитование, субсидии на строительство и приобретение жилья, предоставление социальных пособий, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и многое другое. Ильяна Евтюхова, Алексей Еременко. События дня. Колоритное и хлебосольное, деловое и гостеприимное. В Золотухинском районе с размахом прошла Курская коренская ярмарка. Так, 6 июля в местечке Свободы работали сразу несколько площадок. На Мастеровом проспекте гости могли познакомиться с традиционными для Соловьиного края ремеслами, а с юными посетителями занимались представители регионального Минобразования. Посетил коренскую ярмарку и временно исполняющий обязанности председателя правительства региона Алексей Дедов. Он вручил семьям участников СВО сертификаты на экскурсию по национальному маршруту «Соловьи и железо». 6 июля коренская ярмарка началась с приятных сюрпризов и не только творческих. Временно исполняющий обязанности председателя регионального правительства Алексей Дедов вручил семьям участников СВО сертификаты на экскурсию по национальному маршруту «Соловьи и железо». Среди тех, кто вскоре посетит самые интересные уголки Курской области – семья Тубольцевых. Мы рады, что нам вручили сертификат, рады, что дети смогут проехаться по области и посмотреть ее. Этим летом, думаю, воспользуемся, конечно. Я работаю не в Курске, а уезжаю. Это время провести с семьей, экскурсию. Очень рад, что вместе мы куда-то поедем, отдохнем. Коренская ярмарка радовала гостей и музыкальными сюрпризами. Так, главную площадь наполнил чарующий колокольный звон в исполнении одного из лучших звонарей России Александра Чайки. Он приехал к нам из Орловской области и привез с собой мобильную звонницу. Мероприятие прошло в рамках проекта «Курские песни 2.0». Поддержал его президентский фонд культурных инициатив. Атмосфера праздника царила и на Мастеровом проспекте. Сюда приехали порядка 60 мастеров из разных уголков России. Они не только рассказывали о своих изделиях, но и проводили мастер-классы. Чёрганцы – это тоже такой элементарный вид качества, который не требует никаких инструментов, только наши пальчики. И вот движением пальчиков получается тоже тесьма такая, верёвочки. И мы украшали тоже платья, бороды, подолы, рукава. Уникальную площадку подготовили и сотрудники Министерства образования и науки Курской области. Устроили для ребят битву роботов. Надо вести себя сконцентрированно. Надо, чтобы ты был собран, потому что если ты не будешь сосредоточен, то, скорее всего, не будет получаться. А ещё для ребят провели мастер-классы по гончарному делу и росписи посуды. И даже организовали лабораторию, где можно проводить химические опыты. Екатерина Илюхина, Анастасия Давыдова, Нина Ганеева, Алексей Рёменко, Антон Ладышев и Радзи Долженков. События дня. Свои технологии и разработки гостям Курской коренской ярмарки представил и Сбер. Например, умные устройства Сбер-девайсы, а также сервис оплаты будущего с применением биометрии. Как оплатить покупки, если при себе нет телефона, карты или наличных? Выход из такой, казалось бы, патовой ситуации найден. С недавнего времени в магазине или аптеке можно рассчитаться и при помощи улыбки. Это сейчас такая интересная тема, которая позволяет оплатить покупку без гаджета, без телефона, без денег, без карты. То есть для этого надо войти в Сбербанк Онлайн, подключить опцию «Плати улыбкой» и подойти к терминалу, улыбнуться, и оплата пройдёт. Узнать, почему оплата по биометрии не только удобна, но и безопасна, можно прямо на стенде, где представили и другие разработки. «Салют» – виртуальный ассистент с искусственным интеллектом, живёт в умных устройствах и приложениях банка, лицом к лицу с будущим. Умные лампочки, колонки, телевизоры и даже товары для здоровья. Всё, что мы видели в фантастических фильмах, теперь можно приобрести в личное пользование. «Тонометры медицинские – это сейчас новые изделия, это детская камера здоровья, которая позволяет быстро определить состояние у ребёнка, ухо-горло-нос и быстренько связаться с врачом. Это наши умные лампы, это наши новые другие девайсы». В целом технологические сервисы Сбера разработаны для самых разных сфер. Понравившиеся товары гости ярмарки могли заказать прямо на стенде в режиме онлайн. В регионе стартовала уборочная кампания. В этом году курским аграриям предстоит собрать урожай с площади в 705 тысяч гектаров. Справиться с такой сложной задачей фермерам помогают проверенные и надёжные агромашины. На Курской коренской ярмарке она развернулась не только в местечке «Свобода», но и в областном центре. Производители представили широкий модельный ряд современной сельхозтехники. Подобрать подходящий агрегат гостям помогали специалисты компании «Бизнес-Гарант». Машина вообще классная. Как и предшественник, все комплектующие тоже, как бы, тех же заводов. Надёжная, проверенная. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо. Современный, мощный, надёжный. Долгожданная новинка от Кировца. Трактор К530. С Кирюшей и поле по колено шутит Владимир Ровенский. В аграрном бизнесе он около 20 лет. Субсидированная программа с первоначальным взносом. Можно и без первоначального взноса, с отрочкой платежа. Как бы, ну, тем не менее, эти условия в данный момент очень, ну, для меня я считаю лучше. Я уже с аграризмом работаю, получается, 6 лет. Тот трактор выплатили, комбайн у нас. Вот. И теперь вот приобретаем вот данный трактор. Мы сохранили цены прошлого года. Мы пользуемся всеми государственными мерами поддержки. Соответственно, в этом году работает программа 1432. Есть вероятность, что её даже дофинансируют на второе полугодие. Соответственно, мы предлагаем аграрим все льготные условия приобретения. И в целом мы стараемся соответствовать главному критерию – цена-качество. Компания «Бизнес-Гарант» вот уже 15 лет помогает фермерам подобрать подходящую сельхозтехнику и приобрести её на выгодных условиях. Работаем мы в основном с российскими, а сейчас с российскими и белорусскими предприятиями. Работаем успешно. Техника на сегодняшний день. Благодаря тому, что заводы смогли модернизировать своё производство. Поработать конструктивно, по модельному ряду. Она совершенная, современная и выполняет самые сложные задачи в сельскохозяйственном производстве. И оправдывает надежды наших аграреев. Компания «Бизнес-Гарант» обеспечивает полное сопровождение поставляемой техники и оборудования. Клиент в любое время может обратиться за консультацией. А наша задача не только поставить, наша задача эту технику сопроводить, обеспечить полным сервисом, запасными частями, чтобы она безотказно работала. Ну и с этими задачами мы успешно справляемся. Поскольку у нас серьёзная сервисная служба, полностью оснащённые, имеются складские помещения, где находятся запасные части, расходы и материалы. Есть ремонтная база. Всю представленную на выставке технику уже продали. Совсем скоро она отправится в работу на поля сельхозтоваропроизводителей Курской области. Ирина Валерьева, Сергей Дорохов. События дня. Дегустация, викторина и даже лотерея. Группа компаний «Агропромкомплектация» широко представила свою продукцию на Курской коренской ярмарке. И, конечно, дарила подарки. Одна из ведущих агропромышленных компаний региона предложила гостям попробовать молочные и мясные продукты, а ещё проверить знания в сфере АПК. Всё для того, чтобы куряне смогли больше узнать о компании и её предложениях. Шоперы, зонты, термосы. Получить полезные подарки мог любой желающий. Достаточно было лишь подписаться на группу «Агропромкомплектации» в соцсетях. А ещё в дружественной обстановке гости ярмарки отвечали на вопросы о сельском хозяйстве и выигрывали призы. Хорошие производители, натуральное мясо, молоко. То есть это было по душе. Достаточно интересная викторина прошла. Да и, в принципе, атмосфера очень жизнерадостная. Было весело, компания интересная, всё здорово устроено. Агропромкомплектация уже не первый год радует покупателей натуральной продукцией. За этой работой стоит большая и дружная команда. Она, кстати, пополняется новыми кадрами. Гостям ярмарки рассказали о доступных вакансиях и условиях труда. Участие в «Коринской ярмарке» для нас – это возможность не только познакомить посетителей со своими брендами, но и лишний раз подчеркнуть, что группа компаний «Агропромкомплектация» – это крупнейший инвестор и работодатель Курской области. На наших предприятиях трудится свыше 7,5 тысяч человек. И своим примером мы показываем, что современное сельское хозяйство – это красиво, стабильно и технологично. Если вы хотите присоединиться к большой команде «Агропромкомплектации», звоните по телефону. Плюс семь сорок семь сто сорок восемь семь шестьдесят четыре девяносто. От квартирных щитков до сложных решений для нефтегазового комплекса, транспорта и других сфер. Группа компании КАС представила широкий ассортимент продукции на Курской коринской ярмарке. В линейке как проверенные временем модели, так и технологичные новинки с программным управлением. Если на ярмарке вы не посетили экспозицию предприятия, мы подготовили небольшой обзор. К примеру, этот компактный защитник из продуктового портфеля Кеос Оптима поможет уберечь ваш дом от многих неприятностей, в том числе пожара. Этот набор автоматики позволяет полностью укомплектовать дачу, коттедж, квартиру аппаратами, защищающие от основных проблем – перегрузки, короткие замыкания, перефады напряжения. Это модульные аппараты Оптидин 4,5 км. Доступно и в розничных магазинах, и у наших дистрибьюторов. Представили гостям и более мощное оборудование, которое используется уже в промышленной сфере. КАС десятилетиями обеспечивает стабильную и надежную работу многих производств. На сегодняшний день один из флагманов компании в этом сегменте – Оптимат-Д. Важно еще отметить, что они по массогабаритным показателям и характеристикам даже лучше, чем европейские аналоги. И это важно сегодня понимать и проектировщику, и электрику, которые формируют эти системы, проектируют. Сейчас особое внимание компания уделяет развитию направления автоматизации. Программно-аппаратные комплексы проектируют и производят в Курске. На предприятии запустили электронное производство, где изготавливают больше 50 видов компонентов. Это сложные системы, которые обвязываются с нашими электрическими аппаратами, позволяют автоматизировать технологический процесс или управлять какой-то системой, системой диспетчеризации, автоматизированной системой управления технологическими процессами. Все это мы делаем в комплексе. То есть можно уже с уверенностью говорить о том, что компания КАС – это поставщик готовых решений в отрасли. Курская коренская ярмарка – это в том числе площадка для кооперации промышленников. Именно здесь можно найти надежных партнеров для сотрудничества и развития. Кристина Леонова, Максим Леонов. События дня. Десять нелегких испытаний на силу, выносливость и крепость командного духа. На Курской коренской ярмарке прошли традиционные соревнования «Тропа богатыря». Преодолеть природные и искусственные препятствия решили 80 человек. Эмоциями участники «Богатырской гонки» поделились с моим коллегой Егором Горожанкиным. Зрелищные состязания в местечке «Свобода» проходят уже в пятый раз. Свои силы на обновленной трассе проверяли как опытные богатыри, так и новички. Знаете, страха, наверное, никакого нет. Все впервые, поэтому бояться нечего. Не знаем, где здесь сложности. Сейчас посмотрим брифинг и, я думаю, все получится. Настрой отличный. Настрой хороший, да. Все счастливы. Не за победой приехали, а за хорошее настроение. А впечатлений спортсменам трасса принесла немало. Участки порой были настолько сложны, что во время прохождения ребята буквально теряли свою обувь. За конусы не заходим! За конусы не заходим! За конусы не заходим! За конусы не заходим! Пошли вперед! Все, ждем, стоим. Лисья нора, забор соседа, царь горы. Испытания не рядовые. Настоящая проверка на прочность. Появились и новые препятствия. Одно из таких – сельская тяга. Задача участников на этом этапе – протащить тяжелую шину на железных цепях. В этом году трассу сделали на несколько сотен метров больше. Поменялось расположение препятствий и их название. Работа! 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 Ну, после воды все равно уже совсем по-другому пошло распределение сил. Очень много энергии тратится. В затяжаниях участвует 21 команда по 4 человека в каждой. И по итогам всех забегов лучшую на финише ждет вот такой вот трофей. Богатырский кубок, он тяжелый, его вес около 10 килограммов. Кстати, помимо весистого кубка и медалей, тройка лучших команд ждала еще одно приятное вознаграждение. Три команды будут удостоены от 16 тысяч до, по-моему, 7 тысяч рублей в разновидности от первого до третьего места. В итоге владельцами кубка в виде богатырского счета в четвертый раз стала команда трудовых резервов. Нелегкую полосу препятствий спортсмены преодолели за 5 минут и 3 секунды. Тренируйтесь! Здесь не будет легко никому. Егор Горожанкин, Максим Леонов. События дня. Завершение коренного перелома Великой Отечественной войны и начало нашей победы. 5 июля исполнился 81 год с первого дня Курской битвы. К памятной дате в штабе общественной поддержки провели встречу с руководителями музеев, библиотек, дополнительных и профессиональных учебных заведений. На ней поговорили о значении исторического сражения и наградили курян-победителей патриотического проекта «Диктант Победы». Знать историю – значит ее помнить и почитать подвиги героев. В этом уверен студент-историк Матвей Юров. Парень делится. В гуманитарную науку влюбился, едва научился читать. Наиболее детально и с интересом изучая 20 век, а именно годы Великой Отечественной войны. Я не застал своих родных, которые были непосредственными участниками, но получал какие-то рассказы от бабушек, чьи отцы служили, от матери, чьей дедушка рассказывал. Но сам я не успел застать, но углублялся в эти рассказы, искал что-то в интернете, на порталах и узнавал новое о своих родных, о их боевом пути. Свои знания по военной истории Матвей ежегодно проверяет, участвуя в акции «Диктант Победы». В этом году парень вошел в пятерку победителей регионального этапа, в котором приняли участие почти 15 тысяч курян. Частвовали лучших 5 июля. Они получили символические подарки – книги по истории Курской битвы. Также ребята стали участниками презентации нового издания «Незабытая победа» «Курская дуга», в которую вошли воспоминания ветеранов спецслужб, партизан, заметки краеведов и личные истории участников сражения. Здесь документы, которые ранее публиковались, но которые, будем говорить, не на слуху. Ну, например, план Барбаросса. Все знают, что был такой план, но мало кто помнит о том, что Германия в этом плане указывала двух своих явных союзников. В книге нашла свое отражение и работа поискового отряда «Курган», который на протяжении нескольких десятилетий воскрешает советских бойцов из-за бытия. «На сегодняшний день мы подняли останки 469 советских бойцов и командиров. Имена 68 из них удалось установить. Кроме того, мы подняли останки 45 советских самолетов. В их обломках найдены останки 26 пилотов. Имена 19 из них удалось установить. Остальным работа продолжается». Тираж новой книги почти 600 экземпляров. Издание планируют передать в городские библиотеки. Надежда Польшикова, Анастасия Черкова. События дня. Как жили наши предки несколько веков назад? Ответы на этот вопрос вот уже три десятка лет ищут участники Гочевской древнерусской экспедиции. Самые интересные находки они представили в Курском музее археологии. В выставку посвятили 30-летию экспедиции. Кости и части – оружие, орудия труда и украшений из глины и камня – это частые находки, отмечают археологи. Таких за 30 лет нашли немало. А вот самые редкие артефакты удалось обнаружить именно при раскопках городища Царский дворец в Гочево. Это, например, монеты и детали одежды конца 15-го – начала 16-го века. В одном из погребений на площадке городища, погребение, это было сделано уже после гибели этого городища, относится к рубежу 15-16 веков. Так вот, там были найдены два захоронения – мужчина и женщина. Ну, разные захоронения. В захоронении мужчины были прослежены фрагменты золототканной тесьмы, которая украшала ворот его рубахи, остатки кошелька, который был у него на поясе, тоже украшенный золотым шитьем. И таких интересных находок было множество. Результаты можно увидеть на выставке. Там же снимки из экспедиций разных лет. Было найдено еще одно захоронение, захоронение, относящееся к более раннему периоду, второй половины 14-го века. Это было захоронение, судя по всему, монаха. Он лежал в гробовине из деревянных плах, сколоченных без гвоздя в паз. Под головой у него был камень, как символ смирения и святой жизни. А на поясе сохранился кожаный ремешок. Для руководителя экспедиции Геннадия Стародубцева эта работа длиною в жизнь. Делиться за 30 лет было раскрыто немало тайн Гочевского городища. В том числе археологи исследовали то, что осталось от крепости, которая стояла здесь в 14-15 веках. А также больше узнали о поселении, которое располагалось рядом. Кроме того, за прошедшие годы, изучая письменные источники, мы выяснили, собственно говоря, и имя. Вот в прошлом году удалось установить по письменным источникам, сопоставляясь с археологическими материалами, удалось установить имя этого города. И теперь мы знаем, как он назывался в 14-15 веке. Это летописный город Мужич. Подробнее ознакомиться с результатами работы участников Гочевской экспедиции можно в Курском музее археологии до 21 августа. Екатерина Илюхина, Сергей Малеев, События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте seiminfo.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»